Добрый день, уважаемые коллеги. Добро пожаловать на брифинг службы центральной коммуникации. В рамках празднования Дня столицы в Астане с мая по июль проходят благотворительные мероприятия под названием «Во благо столицы». Сегодня мы пригласили представителей общественных организаций, которые подробно расскажут нам о проводимых акциях. У нас сегодня в гостях член Ассамблеи народа Казахстана, председатель этнокультурного объединения Кыргызстана-Астана Шавкат Абдулаевич Исмаилов. Главный врач стоматологии города Астаны Аслан Тулеуч Жангиреев, заместитель директора научно-производственного центра трансфузиологии Шайжамал Жаксылыковна Мусабекова, заместитель директора колледжа менеджмента и бизнеса города Астаны Раушан Ажибекова Бектурсынова, а также заместитель директора дворца школьников Игербаева Хамбат Мукановна. Шавкат Абдулаевич, позвольте предоставить вам первое слово. Пожалуйста. Совет ветеранов города Астаны, Федерация профсоюзов и молодежное движение ЖАСЛЛ. Мы выступили в мае месяце с инициативой высадки аллеи дружбы. 24 числа мы на улице имени Шамши Халдаякова в сквере произвели высадку деревьев, саженцев деревьев. В этом нам Акимат помог саженцами, инвентарем. И в общей сложности на эту акцию вышло около 150 человек. Я бы хотел отметить такой факт, что вообще у нас дерево всегда олицетворяет любовь, процветание. Вот такие какие-то ассоциируются с этими моментами. И поэтому мы сочли, что вот наша инициатива, это будет как в честь Дня столицы, в честь юбилея нашей столицы. Мы думали, что она очень сработает на консолидацию, на объединение, на проявление чувства нашего патриотизма столичного, можно сказать так. И очень активно отнеслись, очень поддержали эту инициативу жители нашего города, студенты, молодежь. И несмотря на немножко такую погоду, мы на таком высоком эмоциональном и патриотическом подъеме это все провели. Я бы хотел сказать, что даже вот задавали мы вопросы, задавали нам вопросы. И вообще я знаю даже из своей жизни такие случаи, когда мои друзья познакомились вот на такой совместной посадке деревьев и поженились. И даже как-то пытались ребенка назвать в честь этого, но родители были против. Я бы хотел сказать, что кроме нас еще выступили вот здесь наши коллеги, наши жители, граждане столицы, врачи, стоматологи и многие другие выступили тоже с инициативой. Они об этом расскажут, я думаю, что в последующем. Еще один такой акт нашей ассамблеи выступил инициативой. В этом году мы проводим дорожную карту мира и согласия. Это во всех трудовых коллективах, в этнокультурных объединениях, в учебных заведениях, в подразделениях полиции, в войсковых частях. Мы проводим мероприятия в честь Дня города, в следующем году у нас будет отмечаться юбилей нашей ассамблеи народа Казахстана, в честь ассамблеи народа Казахстана, юбилея. И вот эти все мероприятия мы объединили в дорожную карту мира и согласия. В этом году уже был дан старт, и вот сейчас у нас проходит во многих трудовых коллективах, в учебных заведениях, проходят мероприятия, посвященные юбилею нашей столицы. Спасибо большое за выступление. Аслан Цулеушевич, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, прислушившись. В рамках данной акции с Томатолом города было решено принять тоже, внести, то есть, посильный свой вклад. Под эгидой Управления здравоохранения города проводилась акция «Белосвежья улыбка. Паспорт здоровья». Для этого через Управление занятий социальной защиты мы взяли на обслуживание многодетные семьи города. 200 семей, в общем количестве 551 человек, и 18 июня с утра до вечера с привлечением государственной поликлиники нашего центра и 7 частных клиник провели консультацию, лечение, обследование данной категории лиц. Там же были родители, были неполно семьи, семьи с пяти, семью детьми. Детские стоматологи и все стоматологи разных видов, терапевты, хирурги, ортопеды, ортодонты провели консультации с дальнейшим его полной санацией в нашем центре. Данная акция тоже проводилась довольна с стоматологами города, чтобы оказать свою посильную помощь. Кроме того, что мы в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи и так круглый год проводим бесплатное лечение детей до 18 лет, беременных и социально защищенных слоями населения. Аслан Атулешевич, спасибо вам за рассказ. Следующее слово хотел бы предоставить заместителю директора научно-производственного центра трансфузиологии Шайжамал Джекселутер. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, можно сказать так. В рамках акции, посвященной Дню празднования города, по инициативе Акимата была проведена акция «Капля твоей крови спасет чью-то жизнь», в рамках которой порядка 310 человек сдали безвозмездно кровь. Этот акт – это проявление гуманности, можно сказать, самопожертвования. Слово «донор» в переводе с греческого название – это «доноре», «дарить». То есть человек дарует свою кровь для того, чтобы спасти жизнь младенца, может быть, онкогематологического больного, возможно, травмы. Вы знаете, что город растет, очень много происходит дорожно-транспортных происшествий. В связи с ростом высокоспециализированной помощи огромное количество происходит инновационных технологий, которые также требуют вмешательства хирургически и с последующим переливанием крови ее компонентов. Перерасчете на кровь – это мы заготовили порядка 120 литров крови, которые, возможно, помогут 75 нашим гражданам. Акция была направлена на привлечение внимания населения для того, чтобы сказать, что да, каждый из нас должен стать донором. Во-первых, донорство – это здоровый образ жизни. Донором может быть только здоровый человек. Поэтому требования к донору у нас очень усиленные. И помимо того, что наш центр, он занимает одну из лидирующих позиций среди центров республики, мы ежегодно заготавливаем порядка 35-36 тысяч литров и обращаются к нам для донаций более 40-45 тысяч человек. Это наши граждане. В связи с тем, что на нашей территории города находятся 6 республиканских клиник, можно говорить о том, что капля крови наших доноров, она практически во всех регионах у граждан нашей страны распространилась. И входит наш центр, имея возможность, хочу сказать, что наш центр трансфузиологии входит в пятерку сильнейших центров стран СНГ. Это было сказано недавно на международной конференции. То есть показатели у нас хорошие. Но при этом эта акция именно говорит о том, что необходимо безвозмездное добровольное донорство. Потому что на сегодня существует у нас донорство родственное, добровольное. И есть доноры, которых мы вызываем, мы называем их кадровыми. Это доноры тромбоцитов. А сейчас весь мир переходит только к безвозмездному донору, стопроцентному. Пока на сегодня это у нас 50%. Спасибо вам большое. Слово предоставляется заместителю директора колледжа менеджмента и бизнеса города Астаны Раушан Ажебековне Биктурсинана. Раушан Ажебековне, пожалуйста. Добрый день, участники сегодняшнего брифинга. Колледж менеджмента и бизнеса города Астаны 11 июня 2014 года провел броготворительную акцию в доме престарелых и инвалидов города Астаны. Значит, 40 студентов и 5 преподавателей специальности парикмахерское искусство и декоративная косметика оказали парикмахерские услуги бабушкам и дедушкам, жителям этого учреждения. Значит, студенты покрасили, сделали химическую завивку, мужскую стрижку, женскую стрижку жителям учреждения. Мы тем самым хотели, значит, показать, привнести такую, привознести такую вот лепту заботы, лепту милосердия тем, кто особо в ней нуждается. Наши студенты по окончании этой акции подготовили праздничный концерт, пусть у которого, значит, бабушки и дедушки, престарелые инвалиды, радостно и со слезами на глазах благодарили нас за оказанную им поддержку. Жители учреждения, они специально одели свои нарядные платья, вышли к нам, значит, мы их, значит, показали то, что забота и то, что мы рядом, то, что мы близко. И мы считаем, что моральный долг каждого гражданина оказать, сделать доброе дело и оказать то, что студенты могут работать, студенты закрепили свои профессиональные навыки и в дальнейшем вот такие вот дела направят нашу молодежь на оказание добрых дел тем, кто в них нуждается. Вот. И поэтому мы эти акции проводим ежегодно в Доме престарелых, а данная акция была направлена на то, что посвящена Дню столицу во благо столицы. Спасибо вам большое. Слово предоставляется заместителю директора Дворца школьников Игербаевы Кхамбат Мукановну. Пожалуйста, вам слово. Курметті, бүгінгі брифинге қатсыушы журналисттер дейміз бе. Уздырыңызге еліктеп келешекте журналист болам деп армандап жүрген біздің медиа орталықтың журналистика юрмесінің жасы жеткіншектері Бесінші Маусын күні осы Астана күнінің мерекелев қарсаңында бір акция юмдастырсақ деген ұсыныс білдірді. Солдан өздерінің жетекшілері менен ақылдасып Астана күнінің қарсаңында мен Астананы сүйемін деген көрме юмдастырайық. Сол көрмеге қатысушылардың қолдарынан шыққан жаңағы әшекейлерді, сөреттерді, жаңағы балалары үйіне және мұнау дәргерлік еңделуде ұзағы уақыт жатқан балаларға сейлай қшы деген ұсыныс білдірді. Солдан бейнелі өнерінің үйірмесі, жаңағы бейнелі өнері, керамика, қазіргі дизайн, факультатиктік сабаға алып жүрген балаларымыз оныншы малысымгыны көрме юмдастырды. Сол көрмеге біз көптеген өздеріміздің қонақтарымызды шақырдық. Солардың үшінде, ана мен бала орталығындағы онкология бөлімінде ұзақ мерзімді ем қабылдап жатқан балалардың емші дәргерлері келді. Оныншы малысың күні үмдастырылған көрме деді, екі жүзге жуық бүйімдарды, онын үшінде суреттері бар. Қолдан, қағаздан жасалған, саз балжықтан жасалған кішкентайғаны сувенирлерді біз сол өкілдерге тапсырдық. Біздің балаларымыз өздері үлкен қорап жасап, онын сұртын әшекейлеп, астана күні мен сен астананы сүйемін деген өздерінің сөздерін жазып балаларға тапсырды. Енді бүгінгі күні бізден күнде сұрайды, сол сұйылықтар балаларға бардыма олар қалай қабылдады деп. Біз енді өзімізге жоспарла бұтырмыз, осы астана күнінің қарсаңында аздаған концерттік бағдарылама менен жанағы-жанағы көрімеге қатысқан оқушыларымызды алып, сол бөлімге барып, жанағы балалар менен таңыстырып, көрмені өздеріні көрсетуге деп. Сызге рахмет. Уважаемые коллеги, еслі у вас имеются интересующиеся вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Диляра Оленова. Хотелось бы задать вопрос следующего характера. Какова цель данных благотворительных акций и что они даст простому городскому населению? Могли бы вы об этом поподробнее разъяснить? Спасибо. Шавкатал Булайович. Я перед этим говорил о высадке деревьев. В любом случае, во-первых, это большой вклад наш в озеленение столицы. Как всегда, обычно не хватает рабочих рук. Потом мы рассматриваем совместную высадку. Это тоже как элемент воспитания. Мы этим самым демонстрируем то, что мы... Значит, все-таки вот эта сама акция, она во многом объединяет, объединила тех, кто участвовал в ней. И то, что выступили инициаторами вот именно ассамблеи, наши ветераны. Я думаю, что тоже здесь какой-то элемент есть, то, что воспитание молодого поколения. Мы не приглашали туда молодежь, но вот кроме жертвы, к нам присоединили студенты Евразийского университета, Казахстанского российского университета инициативно. Но вы сами, если вы участвовали, вы знаете, на каком это подъеме происходят вот эти все мероприятия. Мы надеемся, что в целом вот тот поезд, как сегодня производит посадку зеленого поезда, он продолжается, зеленый поезд Астаны. Но это экология, это легкие нашего города, это наше здоровье, здоровье наших будущих детей, внуков. Спасибо большое. Асхат, 7 канал, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос про акцию из добрых рук с любовью. Будет ли подобная акция для престарелых иметь постоянный характер и проводилась ли она когда-нибудь вне стен до дома престарелых? Да. Данная акция была направлена именно к дню столицы, во благо столицы. Но с этим учреждением мы уже сотрудничаем четвертый год. В ноябре месяце мы проводили такую акцию тоже. Пришли, сами постригли, уложили, украсили, покрасили наших жителей. Поэтому такая акция, я надеюсь, что будет носить постоянный характер. Потому что мы уже знаем этих бабушек и дедушек, они нас встречают с радостью. Мы знаем, что даже те, которые не могут выйти, не умеют передвигаться, мы их обслуживали прямо в палатах. Поэтому эта акция будет носить уже теперь постоянный характер. Может быть, не только для престарелых, может быть, для малоимущих семей будет проводиться такая акция? Пожалуйста. Мы проводим такие акции в детских домах, в кризисных центрах. Если будет такая возможность, будем проводить и для малоимущих. Ко Дню Победы колледж проводил акцию для Сараркинского акимата, для пожилых людей. Мы тоже День открытых дверей проводили. Тоже для тех, всех желающих, которые могли прийти и бесплатно получить парикмахерские услуги. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте. Алена Кузук, газета «Вечерняя Астана». Вопрос такой. Существует ли на сегодняшний день дефицит крови и плазмы? И проводится ли какая-то работа по популяризации донорства в городе? Ну, как бы сказать, что дефицит крови, он не существует. Есть ежедневная потребность. В связи с тем, что кровь существует четырех групп и двух рез принадлежностей, поэтому ежегодно, ежедневно нужно порядка 100 литров у нас в отделении экстренной помощи иметь запасы. И если на сегодня выдается 100 литров, то, естественно, следующие 100 и 200 литров должны лежать в холодильнике. В связи с этим проводится огромная работа. Помимо этой проведенной акции у нас проводится повседневная работа с населением. Мы проводим акции самостоятельно. В этот раз акция была направлена на 16 добрых дел в рамках этой. А так у нас ежегодно 5-7 акций в году проводится. И хотелось бы отметить, вот в этот раз активное участие студентов Евразийского университета, членов партии Нур-Атан активно участвовали. Огромную работу провели, конечно, и работники управления здравоохранения, которые также работали с медицинскими организациями. Медицинские организации – это первые, кто стоит на посту. Они в первую очередь отдают кровь. И эта акция, она говорит о милосердии, что каждый должен отозваться и понять, что если ты сегодня не сдашь кровь, то завтра, если попадает твой родственник, то может не оказаться этой крови нужной в том количестве, которое необходимо. И для того, чтобы этот объем всегда был, мы проводим эти беседы, лекции по радио, по телевидению. Есть у нас специализированный автобус с нашим логотипом, сдавая кровь, спасая жизнь. То есть особенно в летнее, в теплое время он постоянно курсирует по городу. Может быть, вы его видели. И хотелось бы отметить Евразийский университет, активное участие студентов Евразийского и Аграрного университета. И также еще хотелось отметить, что были выданы в этот раз такие подарки – это сердце в виде капли. То есть тоже было символично, что естественно. На проведение этой акции было у нас три дислокации, точки – это в двух больницах и парк Арай. Может быть, видели в выходные дни, мы там работали. И, конечно, благодарны этому коллективу, который нам организовал этот парк. Спасибо большое. Прошу следующий вопрос. Здравствуйте, Жармухамбетова Айнур, информационное агентство «Би-Ньюз». У меня такой вопрос. Насколько боготворительные акции популярны у населения и удается ли с помощью данных мероприятий популяризовать донорство и почет к престарелым? Спасибо. Можно ответить, да? Да, конечно. По донорству, конечно же, это один из методов работы. Потому что проведение акций, это собирают людей, молодежь особенно, проявляют огромный интерес, даже просто проходящий мимо. И потом, после того, как он один-два раза сдаст на этой акции, он становится нашим постоянным человеком. Я думаю, что эти акции нам нужны. Это перевод нашего внимания на самопожертвование, гуманность и милосердие. Это обязательно необходимо в проведении таких акций. В развитии безвозмездного донорства – это один из вариантов работы. Алексей Махтюк, газета «Мегаполис». Знаете, удивляет, что эти акции идут только по праздничным дням, не у столицы проводятся. Хотелось бы узнать, ведь это ваша повседневная работа, что практика студентов по стрижке должна проводиться, по-моему, бесплатно в любое время, что оказание услуг для категорий малообеспеченных, что сбор крови, постоянно требуется кровь, но вдруг объявляется, публикуется только на праздник. Можно узнать причину? Именно заказ идет от Акимата? Можно я здесь один момент добавлю? Вот смотрите, у нас уже полтора года наша Ассамблея народа Казахстана, города Астаны, выступала с инициативой по оказанию помощи лиц с главническими возможностями здоровья инвалидам в обучении компьютерной грамотности. Вот смотрите, есть национальная библиотека, есть оборудованный класс, но не был задействован для инвалидов. У Казахстанско-российского университета есть программа соответствующая, которую можно учить, есть специалисты, но не было организовано. Вот мы организовали эту учебу, и вот за полтора года мы обучили 135 инвалидов компьютерной грамотности. Для человека, который сидит дома, на постоянной основе, для человека, который сидит дома, ему даже выход в интернет, вот этот компьютер, это тоже большая поддержка. И вот мы внутри себя так свои ресурсы посмотрели, и вот недавно мы вручали сертификаты об окончании этих курсов. Мы 12 компьютеров, не новых, но таких компьютеров рабочих вручили, подарили, это было столько радости. И параллельно мы занимаемся трудоустройством инвалидов. Этот вопрос очень сложный, тяжелый, но мы шесть человек трудоустроили, это уже какая-то капля. А обучить инвалида навыкам компьютерной грамотности, работать на ФАКСе, на КСРКСе, это тоже такая для них немножко, ну, возможность найти работу. И у нас при обществе инвалидов района Есиль мы передали им шесть швейных машинок и помогли организовать швейный цех. Вот они участвуют в различных тендерах и зарабатывают для себя деньги. Я думаю, это тоже вот та работа, которая проходит в течение года, но итоги мы стараемся подвести вот как-то к нашему дню города, привязать. Другие города охватывают акции благотворительные или только в рамках Астана? Можно я отвечу, да? Да, конечно. Ну, колледж находится, наш колледж находится в Астане, поэтому мы работаем только в столице и оказываем благотворительные акции только для наших именно престарелых, это дети-сироты, реабилитационный центр, кризисный центр. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Если вопросов больше нет, то наш брифинг подошел к концу. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok